всем большой большой привет вы смотрите программу еще меня зовут кэтрин старский сегодня ко мне в гости пришла любовь аханова девушка аккордеонистка и участница трио невесты вот так вот я представлю обычно как вот невеста это же группа по большому счету или к невеста эта группа на это группа девушек которые играет на аккордеоне да и тогда естественно сразу вопрос понимаю что в общем вас трое вы всегда даете интервью втроем да теперь придется тебе одной отдаваться за всех и рассказывать но самый главный вопрос конечно почему аккордеон естественно очень интересно и любопытно узнать то есть очень необычно обычно девушки фортепиано скрипка аккордеон собой надо носить музыкалку не только носить на нем еще очень тяжело играть на самом деле потому что нитки мне мышцы нужно накачаться еще предварительно да нужно накачаться и на самом деле у каждой из нас очень интересная история вот и немножечко забавные конечно вот свое время у меня в детстве привезли аккордеон у нас был большой коттедж то вот и мамины подруги сказали слушай у тебя слишком много места можно мы наш хлам тебе перекинем так вот но поскольку мы были маленькие вот интересовались вот и я стала обследовать этот инструмент исследовать и разные принципы игры были и ногами тянули и в общем по-разному дам пока не пришла сестра сказала люба не пора ли тебе пойти учиться вот и тогда встал действительно вопрос вопрос сюда пойти до на фортепиано или на аккордеон вот я подумал что конечно на аккордеоне играть сложнее ведь на фортепиано можно и в клавиатуру посмотреть и ноты посмотреть а тут сюда не посмотришь но ты наизусть нужно учить поставить некуда это надо заниматься получается еще больше чем на фортепиано да вот если говорят когда там на пианино играешь что нужно в день обязательно чтобы хорошо владеть инструментом играть там по часу по два но не нужно заучивать часа два это очень мало это минимум четыре часа ну конечно на начальном этапе очень тяжело удается вот особенно это контролируешь и мех и звук и все это действительно намного сложнее чем играть на других инструментах потому что не просто дело в тяжести вот тот первый момент ты не видишь клавиатуры просто вот и начинаешь просто чувствовать правильно чувствовать кнопочки правильно чувствовать клавиши вот развивают очень чувство поэтому это очень сложный инструмент но нужно его очень любить я настолько понимаю потому что только если очень любишь будет заниматься по четыре часа как же в детстве хочется погулять куда-то ходить как обычно она бывает в детстве это началось просто как развлечение забава как игра и поэтому очень интересно было конечно были сложности вот но все это преодолевается и у всех наших девчонок которые прошли большую школу все окончили и музыкальные училища и сейчас уже вот я заканчиваю сейчас вуз московский московский институт имени шнитке вот у меня скоро будет последний госэкзамен а вчера я сдала с девчонками госэкзамен по ансамблю поздравляю и кстати мы впервые сыграли эстрадную программу на государственном экзамене чтобы люди тоже понимали ваша группа невесты вы только играете естественно не поете но хотя частенько выступаете с абсолютно разными певцами нам удалось в прошлом году с олегом газмановым на его юбилейном концерте помогли ему или он нам помог такие невесты с олегом газмановым хочет с нами спеть сыграть вот мы так выбираем выбираем выбираете а по каким признакам чтобы творческим сейчас мы делаем интересный номер со святославом ященко он очень известный юморист вот и он такой яркий актер который с ним действительно интересно работать он находит всякие разные фишки креативный человек и вот но я так понимаю что группа невест она с какого года существует с 2008 ну грубо говоря за тысяча девятого года в мае мы впервые выступили вот нашем составе 30 мая и да у нас был два года молодые совсем невесты но состав менялся или вот какой изначально было в том что сергей войтенко наш продюсер вот участник и солист известного коллектива дуэт баян микс он проводил кастинг и кастинг шел наверное в течение года по всей россии но на самом деле сергей войтенко очень известный музыкант еще как баянистом стал известным лауреатом вот давал сольные концерты по россии 90-х годах вот но потом образовался дуэт баян микс вот такая маленькая предыстория вот год шел кастинг отбирались девочки со всех городов россии всех уголков всех уголков с разных именно вузов потому что училище то ну так сказать все равно девчонки которые заканчивают вузы они уже более зрелые музыкально прежде всего плане нет я так понимаю что в общем-то там подбирались еще и внешне конечно вот и соответственно девочки когда приходили очень сложным было многим поэтому состав менялся в течение полугода наверно потому что девочки не могли как-то вот и играть и допустим танцевать пластично это очень сложно на самом деле опять же очень хорошая физическая подготовка должна я понимаю тренировки систематические систематические репетиции очень-очень концерты то есть такой жесткий график которые не каждый выдержал и вот остались вот это троицы которые крепкие орешки причем получилось так что у нас одна блондинка я брюнетка и третья рыженькая мы вас не подбирались и почти на каждом концерте нас сравнивают с виагрой сегодня виагра с аккордеонами в общем да неплохое сравнение может быть даже расскажи ты еще про девчонок как кого зовут чтобы тоже очень интересные солистки это наталья липовца она у нас самая маленькая в коллективе сейчас она учится тоже в московском государственном институте имени альфреда шнитке вот на втором курсе мне сейчас идет сессия вот в разгаре в разгаре да она у нас рыженькая веселенькая такая самый зажигалочка наша потом нас есть анна зоева ну мы иногда зовем анна и анна что за зал и у нас такая серьезная вот в общем вы все очень разные такие дамы слилось тут кого-то утихомиривает кто-то наоборот значит вот так вверх вниз у вас уйдет она у нас преподает в школе занимается детками и очень нравится эта работа она закончила аспирантуру в гнесинке и достаточно талантливая конечно каждый из нас бывали на международных конкурсах участвовали здесь не были премии до до группы до группы когда мы учились мы все являлись лауреатами на различных конкурсов вот но молодцы а вот все-таки тоже у меня вопрос ну чтобы не бросить это это же нужно еще продолжать да вот одно дело музыкальной школы закончить а потом еще пойти в высшее заведение еще плюс по той же самой специальности это как кто сделал выбор как или все-таки же были наверное какие-то варианты другие или не было нет конечно варианты у каждой из нас были вот но когда ты заканчиваешь допустим училище и понимая что тебе действительно хочется учиться дальше хочется заниматься музыкой и наверное у каждой из нас ну по крайней мере за себя я лично говорю что когда я сама кстати из красноярска то вот центр сибири надеюсь эту программу вид моя мама вот и когда я закончила училище я хотел приехать в москву поступите вуз получить хорошее образование и просто просто попасть сюда как говорится да так получилось что на третьем курсе не позвонил сергей войтенко и пригласил в коллектив вы продолжаете смотреть программу еще любовь аханова из трио группы невесты у меня в гостях я же даже заговорился трио группы невесты а где выступаете тоже расскажи пожалуйста знать у нас очень широкий диапазон от москвы до камчатки и там где угодно да мы очень часто бываем на камчатке и очень полюбили этот край вот мы открывали там газ открывали и второй раз уже присутствовали на биатлоне чемпионате мира в имени фатьянова вот достаточно крупные мероприятия и очень красивый край камчатка на самом деле понимаешь насколько вообще необъятная наша россия и как много мест где можно побывать и где можно дать концерты публика который хочет тебя слушать ну да вот люди связано что именно туда чаще всего ездить вот интересно приглашают еще вот тоже как-то менталитет действительно ведь в разных городах абсолютно по-разному встречают насколько я понимаю или же я ошибаюсь но вы знаете можно сказать да мне кажется все-таки все равно люди отличаются публика отличается очень сильно вот и конечно очень приятно играть когда тебя слушают принимают горячо вот но вот если сравнить не знаю со столичной публикой с московской конечно столичная публика можно сказать избалована ну да у нас вообще я не знаю каждую неделю что не плюнет когда не плюнет там везде концерт какой-нибудь звезды которые приезжают здесь конечно насыщенная жизнь ну да вот и тусуются играют очень такие достойные музыканты на самом деле очень приятно попасть вот именно в эту среду потому что здесь ты варишься здесь как такой большой котел где присутствуют очень яркие исполнители которые что-то ты от них берешь что они от тебя вот и наверное все таки из этого большого котла и так сказать развивается по россии ну в общем да кстати хорошее сравнение а еще тоже мы забыли рассказать и телезрителям в каком жанре вы играете мы играем в жанре эстрадном популярная музыка в аранжировках современных обработках вот принципе так популярные мелодия а вот есть твои какие-то любимые исполнители вот на кого-то тоже заводишь на концерт послушать живем этот вопрос на самом деле очень сложно для музыканта поскольку человек когда учится он как правило слушает все ну да вот просто начинаем конечно я люблю классику и слушаю различную музыку особенно когда ты учишься и тебе нужно прослушать там список там определенного вот и так слушаешь и это здорово на самом деле еще вот что касается нашего коллектива очень важно придумать что-то свое что-то новое что-то интересное то что понравится слушателю то что в общем интересно будет слушать поэтому нужно искать что-то интересное вот что-то новое открывать для себя изобретать так сказать а как творческий процесс происходит все-таки у группы невесты там все таки как кто-то что-то же придумываться за что-то отвечает каждая из вас наверняка знаете у нас никто не что ни за что не отвечает на самом деле определенных обязанностей нет у нас нет да дело в том что у нас конечно сергей войтенко это не только продюсер он действительно человек который дает яркие идеи которые просто так сказать вливает кровь наш коллектив да так вот и он дает идею вот мы ее обдумываем мыслим обрабатываем представляем видим то есть такой творческий процесс который каждая девочка участвует каждый принимает активное участие и за счет этого и рождаются какие-то новые такие креативные идеи новые произведения новые аранжировки вот такой общий а есть фокус-групп какая-то вот или опять же это тоже тот же самый продюсер то есть вот что-то как обычно это мы не знаю программа какая-то снимается еще что-то снимать сначала показывают определенным количеством людей они значит говорят так значит там вот то там не то там подправьте там подправьте у вас как с этим ну у нас конечно очень работает с нами и хореографы работают и не только продюсер большая группа которая занимается вообще всем этим продюсерский центр которые очень серьезно заниматься на самом деле просто большое спасибо продюсерский центр потому что там люди которые работают и помогают нам очень сильно да и только благодаря им вот тоже мы существуем мы продвигаемся и они как правило они помогают в и в этом бывает такое что вот я не знаю тоже опять же во всех группах свои устои да вот у кого-то бывает там после концерта отчитывают говоря так значит вот это вот фальшивили вот это не так сделали вот это не то сделали нет как правило действительно после концерта крема получаешь удовлетворение либо не получаешь вот либо ты видишь что слушателю понравилось и даже если ты там ну что-то где-то забыл где-то все мы люди вот и в общем да игра не бывает никогда идеальной настоящий артист он всегда будет недоволен своим игрой и вот но когда доволен слушатель и когда понимаешь что вот сейчас ты заставил их вот вот просто заставилась взорваться и получить удовольствие да вот тогда действительно уходишь счастливой все с площадки вы продолжаете смотреть программу еще любовь аханова у нас в гостях между прочим из группы невесты девушка аккордеонистка что очень вообще необычно на самом деле все-таки в наше время потому что как раз сергей войтенко приходил тоже до говорю о том что ну ладно одно дело мужчины другое дело что девушки это совершенно вообще не невероятное что-то а вот много еще потом девушек встречаете своих последовательниц не знаю или тех кого впечатлили вдохновили может быть вам кто-нибудь в интернете пишет что-то вот на эту тему знаете конечно много особенно по россии особенно в таких дальних уголках люди которые занимаются этими которые увидели и и думать вот это новая струя вот это действительно и на самом деле мы даем такую вот как и сергей войтенко как боям микс у них очень много последовательных людей которые занимаются этим которые ну просто коллектив который очень похожи на боям микс вот конечно это здорово что они дарил так сказать не то что подражают а знаете просто дают работу другим так сказать ну в общем да идеи мы и конкуренция наверное всегда хорошо узнаете россия на самом деле большая и москва большая и поэтому не совсем да самое главное да вместе самое главное что это новая идея креативная идея и действительно и вот опять же какая девочка пойдет на такое да додумается до такого но на самом деле мы бы сами об этом не додумались если бы не придумал сергея войтенко вот поэтому большое ему спасибо опять же вот и много девчонок которые поняли что на что теряться действительно действительно можно и показать свою красоту конечно и не только данную игру вот поэтому многие начинают заниматься серьезно вот большой удачи успехов пусть занимается а живете все и теперь в москве и когда мы живем все в москве потому что ну во первых все учимся и учились в москве да вот но потом москва конечно центр всего это точно а чем занимаешься в свободное от игры время я люблю уделять время себе я люблю ходить в лес вот на самом деле действительно мне просто рядом с домом лес лесопарковая зона да да можно и не только ходить можно там на чем-то покататься да действительно просто отдыхаешь от всего вот но когда приезжаешь себе домой в красноярск где очень много горнолыжных трасс люблю заниматься спортом активно кататься поэтому это действительно доставляет удовольствие не только физическое какое-то просто здоровье а удовольствие мне просто даже мы своя мама которая просто своей занимается спортом так что когда мы приезжаем вот вот она нас показывает туда 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 что мы допустим идем у нас есть очень известный заповедник столбы в красноярске ну вот чтобы дойти до заповедника нужно семь километров подняться в гору о так вот моя мама поднимается без всякого напряжения вниз и спускается пока я преодолеваю пол дороги она уже обратно идет она уже натренирована спорт это очень важен вот и заниматься спортом не доставляет огромное удовольствие а часто все-таки домой ты ездишь ну стараюсь стараюсь раз полгода да но тоже зависит от графика концертного потому что не всегда удается совместить и запланировать что-то заранее поэтому вот а в москве тоже раз про москву заговорили понятное дело что когда уже живешь и достаточно долго то есть она это тоже и родным городом и любимым городом а есть какие-то любимые места улице где тоже вдохновляешься он не очень нравится фрусская набережная я просто я вот я не знаю я люблю это место я люблю новодевичий монастырь я обожаю я считаю что это действительно этот центр на самом деле москвы это тот уголок это то что такое вот что-то не тронутая когда туда приезжаешь когда там гуляешь когда нет людей до тишина и ты получаешь такое удовольствие отдыхаешь дыхаешь душу и телом в общем я поняла тебе природу подавая что где-нибудь не знаю зайти опять же да подышать все же отдыхом ну в общем ясно я поняла здорово а вот еще по поводу досугам там не знаю книги может быть какие-то про про музыку то я поняла в общем так я и не выменял никаких любимых групп и исполнителей если современных брать а на самом деле можно чего что сказать очень часто мы встречаемся с различными коллективами вот ну и вот конечно впечатляет когда артист работает на сцене ты действительно завораживаешься его игрой и понимаешь бывает так что ты слушаешь диск и как ты так понимаешь ну поет ну играет там да когда ты прислушиваешь на концерте и вот недавно мы тоже выступали с ребятами звери ну я когда являлась фанаткой группы звери но когда их услышал когда они работают когда мы с ними поговорили мы просто поняли что ребята настолько позитивно настолько эмоционально и настолько вот прям выкладываются хотя уже столько лет на сцене и просто не стирики практически на сцене вот и очень много на самом деле исполнителей которые действительно вот покоряют своим артистистам покоряют своим делом работой и не только слушатели но и просто артистов своих коллег своих сказать друзей но это все-таки порой да нужно присутствовать самому это увидеть чаще всего они же как сплетни эти сплошные ходят на мой там тип от фонограмму только поют те вот таки вот то а тут понимаешь можно присутствовать посмотреть понаблюдать или понять что да как но знаешь как бывает тоже музыкальный вкус то он складывается с детства что в детстве слушал или мог маму тебе какую музыку в детстве слушал ну как обычно как все дети попсовенькая на что-то такое вы знаете ну конечно я я родилась 85 году поэтому мое детство прошло под руки вверх и под Иванушки интернешнл мы все под это воспитывались все через это кстати с Иванушкой мы тоже пересекались и безусловно я тоже сколько лет они на сцене да сколько лет они на сцене но они также очень энергетические ребята которые просто большие им респект и уважение вот они действительно здорово здорово прям не просто детство вспоминаешь а видишь классную работу а есть вот мечта какая-нибудь вот с кем-то выступить вот с кем еще не выступали и с кем хотелось сделать какой-то может совместный номер что-то придумать может не на не обязательно наши может быть зарубежные ну конечно сложный вопрос дело в том что у баянистов аккордеонистов есть свои звезды такие как ришар гальяна антонио де берет то есть такие люди которые на самом деле неизвестно простым так сказать слушать наверно все таки у меня вот и желание сыграть с такими людьми которые действительно покорили наш баянный мир аккордеонный мир вот они очень просто шикарные исполнители забрались забрались добрались до заграницы или пока только пока только по россии на самом деле вот не знаю пока каким причинам каким вопросам наверное все таки это тактическая логика продюсера который пока вот не пускает группу туда вот хотя уже в продюсерские центры звонки из сша просят да да то есть каким образом узнает там ну в общем про звонят что тоже хотят чтобы вы приехали или они какую-то вот идею хотят конечно хотели приехали главное чтобы тоже опять же вот я и говорю конкуренции на какое дело то что нужно популяризировать это и я полностью согласна потому что поющие точнее даже не поющие девушки а просто в общем девушки выходящие на сцену которые толком ничего не умеют делать это уже не интересно просто выходят себя и показывают насколько уже можно хочется как-то действительно посмотреть на девчонок которые там еще и танцуют играет вообще это 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 очень здорово я просто сама желаю когда эти попасть на концерт на ваш и насчет клипов и вообще планов на будущее что как у нас клип конечно снимались вот они есть и у нас и концертные очень много концертных съемок мы сейчас хотим записать диск вот у нас накопилось какая-то определенная уже диск с видео я так не дать и на аудио диза потому что у нас накопились новые музыкальные композиции которые хочется уже опубликовать хочется выпустить вот и поставить точку но понятно да но в конце концов на это будет коллекционное количество какое-то или нет или все-таки покупают у нас диск я думаю что нет это как раз будет на именно на продаже то большое количество дисков мы выпустили уже демо диск такой определенный тираж как сказать вот а сейчас уже хочется выпустить хороший диск вот и этим займемся ближайшее лето хорошо мы значит будем ждать спасибо большое что пришлось и вам большое сказал много всего интересного и вам спасибо что были с нами до скорых встреч пока пока